Казахстан 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 у студентов творческое мышление через применение методики проблемных уходов, определять роль истории современного Казахстана в системе гуманитарных дисциплин, специфику его объекта, предмета для выявления наиболее актуальных проблем в современной истории Казахстана, сформировать представление о роли истории в исторической науке, о целях и задачах исторической науки, их отраслей и направлений, социальных и политических проблем истории Казахстана, контексте определенных исторических этапов. Современная история Казахстана в основном делает упор на новейшую историю Казахстана, то есть имеется ввиду 20-е века. Главная идея, идея национальной свободы начиная от Аваша и заканчивая современным Казахстаном. Пререквизиты для того, чтобы овладеть этим предметом истории Казахстана, студент должен еще со школьной программой овладеть фактическим материалом в рамках истории Казахстана, всемирная история, обществоведение, человек и общество. Знания, полученные в ходе изучения предмета современной истории Казахстана, могут быть использованы в последующем для усвоения таких дисциплин, как экономическая история Казахстана, философия, социология, политология и другие общественные дисциплины. Студент обязан, должен знать исторический основу и период установления независимости казахстанской государственности в контексте всемирного и евразийского исторического процесса. Уметь соотносить отдельные явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества, посредством критического анализа, смотреть на все явления истории колонным, беспристрастным взглядом. Сравнить исторические, ретроспективные и другие методы научного исследования объективно и всесторонне осмысливают преимущества, особенности и значения казахстанской модели развития на современном этапе. Студия, после завершения изучения современной истории Казахстана, можно иметь навыки аналитического анализа при изучении сложных исторических процессов, разбираться в этих сложных исторических процессах. Явления. Изучать биографию личности современного Казахстана, овладеть навыками научно-исследовательской работы, а также методами беспристрастного анализа хода развития истории. Быть компетентными, научиться творческим мыслям, грамотно излагать исторические материалы, владеть определенным ораторским мастерством. Так каковы темы современной истории Казахстана? В соответствии с типовой программой они разделены на 15 тем. Первая тема, первый блок. Казахстан на пути к независимости. Фаза развития идеи национального строительства. Конкретно из них следующее. Первое. Социально-экономическая ситуация в Казахстане. Предпосылки борьбы за независимость. Истоки национального движения казахского народа. Второе. Исторические истоки формирования советского Казахстана. Трудности к организации. К организации означает обращение внимания на национальную культуру, национальный язык и другие вещи, которые определяет современный Казахстан. Третья тема. Формирование советского тоталитарного Казахстана. Характер, меры и последствия. Четвертая тема. Подвиги и потери казахстанцев в борьбе против фашистской агрессии. Второй блок. Противоречия последствий советских револю Казахстана во второй половине 20 века. Значит, первый вопрос из этого блока. Апогей культа личности Сталина и влияние от Тепеля Фрущевской на общественно-политическую сферу. Второй вопрос. Социально-экономические и духовные застои в период Брежнева. Экологические проблемы в Казахстане. Исследователь самая тема. Попытка перестройки Советского Казахстана в период Горбачевского правления 1885-1991 года. Третий блок. Государственная стратегия и социально-экономическое развитие независимого Казахстана. Формирование государственного устройства Республики Казахстан. Казахстанская модель экономического развития. Здесь обращается внимание, какое государство мы начали создавать 30 лет тому назад. Независимый Казахстан. Его экономика, политика, внешняя политика, внутренняя политика, социология и прочие вещи, которые создавали государство. Далее. Социальные реформы изменения в сфере образования. Это демографические процессы в губернии межнационального согласия. Четвертый блок. Демократическое и духовное обновление независимого Казахстана. Первый блок. Общественно-политические перспективы развития. Какого будет наше общество в ближайшее время. Далее. Молодежная политика Республики Казахстан и определение пути духовного обновления, о котором говорит наш первый президент. Необходимость духовного обновления. Или говорит брухани, жанру. Следующая реформация тема. Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народов великой степи. Мы начинаем по-новому осмысливать свою историю. Если раньше мы рассматривали свою историю в контексте тоталитарной системы, теперь мы уходим от этой зашоренности и рассматриваем свою собственную историю взглядами изнутри. Следующая тема. Значимость празднования 550-летия Казахского ханства для формирования нового общественного самосознания Мамбли-Ель. Вечный Ель. Национальная идея Казахстана в 21 веке. Позиции Мамбли-Ель изложены в докладе нашего Эль-Басы. И последняя тема. Казахстан государство признан современным миром. Значит и Казахстан сейчас предназначен членам ООН и других международных организаций и взаимоотношения Казахстана со всем мировым сообществом. Вот таковы, так сказать, эти 15 тем, которые даются нам для того, чтобы мы овладели вот этим предметом современной истории Казахстана. А также необходимо сказать, что дается в учебно-техническом комплексе, дается, так сказать, тема семинарских занятий, литература, вопросы рейтингового контроля, первого рейтинга, второго контроля, а также литература, новейшая литература по современной истории Казахстана. И если мы, если наши студенты подойдут к предмету изучения Казахстана с желанием, то я думаю, они вполне могут сдать предмет современной истории Казахстана именно в том объеме, которое предусматривается типовой программой. Вот что я это делаю вам сказать по этому поводу. Спасибо за внимание.